привет девчонки и мальчишки меня зовут Наташа Фрагнатик живу в Канаде буду повторять это как попугай ну что поделать если вы со мной впервые спасибо и добро пожаловать подписывайтесь ставьте лайки этот маленький это будет маленькое видео маленький влог на тему который меня не то чтобы волнует но вызывает некий энтузиазм я хочу поговорить не о бодипозитиве а о волосопозитиве как вы видите мои волосы свои собственные седые отрастила их не так давно всю жизнь красилась и могу вам сказать что это самое лучшее решение которое я приняла для своих волос потому что обладательницам темных волос всегда проблема темные волосы корни видны буквально через неделю-две и светлые волосы вернее темные волосы красишь темный цвет корни видны красишь блонд у меня лично случается некий одуванчиковый эффект поэтому либо не краситься в блонд краситься в темный ходить со страшными корнями и постоянно подкрашивать их либо краситься в блонд и вечно их выпрямлять что тоже не очень полезно для волос смею вам заметить поэтому я решила ну вас все в баню с вашими этими стереотипами о том что седина это вот прям старость и тому подобное я знаю множество молодых девушек которые посидели в очень молодом возрасте молодых молодых масло масляное но смысл вы поняли и мужчин также поэтому седина никак не указывает на возраст ты вообще ничто не указывает на возраст кроме вашей интеллектуальной вялости надеюсь у нас никого и и нет и значит что я еще хотел сказать по этому поводу волосы если вы решитесь отрастить свои волосы седы не бойтесь потому что вначале выглядит это будет мама дорогая потому что когда у вас часть крашеная часть не крашеные вылазит от седина общей картины не видно не это выглядит какой-то период времени моя голова выглядела довольно неряшливо потом я решила вообще все срезать и получила очень короткую прическу вообще ходила как подстреленная пару месяцев терпела мучилась как ты их так и так и всякой под мажей под в общем ничего не помогало ужаса кошмар побега но теперь я довольно безумно это все еще переходный период я их отращиваю дальше буду смотреть на каком периоде я стану похожа реально на бабу ягу уже прям опять же для для каждого волоса для каждого цвета есть свои какие-то комплиментные длинные формы и так далее вот поэтому я еще не решила какой длине остановлюсь поживем увидим пока так вот и последний момент который я хотела бы вам предложить показать это шампунь которым я пользуюсь крайне редко у меня седина к счастью не желтеет но если есть такая проблема желте сны для седых волос для кро окрашенных блонд я очень рекомендую вам вот этот вот шампунь я нашли его название в инфобоксе лучшего я не нашла перепробовала много я держку упорная вот и этот действует просто как тонер им достаточно пользоваться раз в две недели наносите как обычный шампунь оставляете на пару минут и смываете все до свидания будьте осторожны когда он пенится и не смотрите чтобы не было его на лице напротив частях тела потому что он очень сильно пигментированный удаляя желтизну возвращает аскать серебристость я вам году вода серая мышь мышь серая прям и без нарядов так что вот это был мой маленький блог всех люблю всех а и позже выйдет видео аромат но и как и обещала пока